Самая низкая явка в истории страны и неожиданно высокий результат молодой партии президента Эммануэля Макрона. Таков исход первого тура парламентских выборов во Франции. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамович. Лен, здравствуй, расскажи, так какой же политический пассианс складывается во Франции? Катя, после вчерашних выборов в европейских СМИ появилось словочитание «Цунами Макрон». Пишут, что новый президент похоронил классические французские политсилы. Деско отказался сотрудничать с некоторыми акулами, которые раньше могли его не поддерживать. И заставил французов голосовать за неизвестных кандидатов, так как многие выбрали именно партию Макрона. Его политическая сила вперед победила в более чем в двух третьих округов. По результатам второго тура ей прогнозируют около 70% мандатов в парламенте. Социалисты, которые до сих пор имели абсолютное парламентское большинство, останутся по прогнозам с 10 максимум процентами. Потеряли позиции и республиканцы. Вот как прокомментировали выборы в правительстве. В течение последних месяцев все неустанно нам напоминали, что это невозможно – вести президентскую кампанию без поддержки крупных старых политических сил, победить левых и правых, получить большинство. Но благодаря своей энергичности, уму, неординарности, Эммануаль Макрон сумел добиться таких результатов. Это действительно новое поколение. Представьте, более 50 депутатов парламента будут в возрасте от 25 до 35 лет. Впрочем, еще одной сенсацией этих выборов, уже не такой приятной для президента, стала рекордно низкая явка. Всего 49% избирателей. Система выборов мажоратарная. И из-за низкой явки в первом туре прошли всего 4 депутата. Во втором, который состоится в следующее воскресенье, участие примут кандидаты, занявшие два первых места. Евроскептик Марин Ле Пен, которая во время президентской гонки пару месяцев назад имела поддержку почти третьей избирателей, при таких условиях может рассчитывать только на 1% мест в парламенте. В нынешней неудаче своей партии она обвинила несправедливую, по его словам, избирательную систему. Ну а 39-летнему Макрону теперь придется управлять страной без скидок, на мешающую работать оппозицию. Катя. Лен, спасибо. Это была Елена Абрамович с результатами первого тура парламентских выборов во Франции. Продолжение следует...